Часто ли врут девчонки в постели? Ложь это постоянный спутник секса Зачастую девушки даже не отдают себе в этом отчет Пляшем вокруг мужского полового органа Забывая совершенно о своей женской природе Я там, ну, успею, не работаю Про разговоры в постели, как ты считаешь, насколько это важно? Далеко не все женщины умеют разговаривать про секс Вот это как раз сфера, которую важно и нужно развивать Сексуальный интеллект Любимая, да ты и собеседник, да? Да-да-да У женщины же в голове очень интересная мысль о том, что Мужская эрекция равна ее привлекательности Девочки, я сейчас открою вам большой секрет Если вы молчите, оргазмичность вам не светит Наташа, привет! Привет-привет! Очень рада тебя снова видеть Жаль, что нас разделяют расстояние Ну, время сейчас такое Сделаем на это скидку Надеюсь, что когда-нибудь у нас удастся записать личный разговор Потому что все-таки я это обожаю больше всего на свете Живьем с людьми общаться Сегодня тема у нас огненная Как, в принципе, и все темы в нашей линейке Привычка врать в постели Привычка врать в постели И сама формулировка этой темы говорит о том, что такая привычка, такая проблема, такая особенность, она есть Сразу в прелюдии к вопросу Скажу, что как-то в одном из выпусков на канале «Женщины» мы спрашивали, врете вы или нет Было огромное число комментариев Честно говоря, я даже не думала, что так много девчонок признаются публично в том, что они обманывали в постели Было очень много, сотни комментариев, что да-да-да, мне приходилось, я это делаю и так далее Как по твоим ощущениям? Часто ли врут девчонки в постели? По моим ощущениям, ложь – это постоянный спутник секса Это история, с которой женщина начинает сталкиваться практически с начала своего сексуального пути То есть она настолько привычна для нее, что зачастую девушки даже не отдают себе в этом отчет И когда они, например, проходят опрос «Врете ли вы или нет?», они честно говорят «Нет» Но когда мы начинаем задавать уточняющие вопросы, оказывается «Да-да-да» и много раз «Да» То есть они настолько привыкли это делать, что им даже уже не кажется, что они делают что-то не то, да? Да, так в том-то и дело, что у них нет ощущения, что это не то Что это как раз то-то-то, что это то, что приветствуется в постели Что это то, что от них ожидаемо, что многие мужчины спокойно к этому относятся И это то, что должно быть постоянно, да? И для них большим сюрпризом часто оказывается то, что как раз ложь и является источником зачастую всех проблем, которые у них есть именно в сексуальных отношениях Слушай, я подумала так, это как-то несправедливо, мы сразу начинаем разговор Я это инициирую как девочки, которые врут, потому что мы девчонок об этом на самом деле спрашивали У меня, походу, возникло рассуждение Подожди, а мужчины? Врут ли мужчины в постели? Как ты думаешь? И из практики что-то знаешь Врут, врут, чуть по-другому врут, скажем так То есть здесь мотивация разная У мужчин и женщин мотивация основная разная То есть если у женщины основной мотив быть ценной, быть самой лучшей, самой замечательной секс-богиней То есть для этого она готова изображать все, что угодно и говорить все, что угодно То мужчина это больше про удобство для него То есть если мы говорим про симуляцию оргазма, это самая частая ложь, которая случается в постели У женщины это про то, чтобы быть удобной мужчине Ты обалденный, да, и поэтому, пожалуйста, строй отношения со мной То мужчина, чаще всего симуляция, это про то, чтобы быстрее закончить процесс Ничего не объяснять, не показаться, что с ним что-то не так То есть это всегда про него больше Он это не делает чаще всего для своей партнерши Он делает это для себя А женщина это для партнера Но есть, наверное, такие случаи у девочек, когда они врут, потому что, может быть, они себя не знают, не разобрались Действительно ничего не испытывают и не знают, норма это не норма На всякий случай скажу, что было Да, такие случаи тоже бывают, когда женщина просто в такой немножко растерянности И не совсем понятно, какую реакцию проще выдать И проще выдать ложь, да Замкнутый круг, да То есть мы начинаем врать один, второй, третий раз А потом уже нужно же признаться в том, что ты лжешь И уже не хочется, не хочется портить отношения Соответственно, вот эта такая ловушка лжи В нее попадает очень большое количество девочек, девушек, женщин и так далее Потому что очень логично будет потом, когда спустя ты, условно, полгода взаимоотношений И сказала, что что-то не то, а что ты раньше молчала, да Поэтому, ну, сразу отсюда вывод Лучше начинать с правды Ну, как это тяжело и больно Скажи, пожалуйста, к чему может привести вот важный такой вопрос Привычка притворяться и лгать в постели В плане физиологическом Может ли это сказаться на способности женщины получать удовольствие и так далее Однозначно, да, конечно же Вот эта привычка, она формирует уже определенный сценарий Да, то есть женщина уже понимает в голове своей о том, что Мы делаем что-то вот так, так и так Это не приводит к оргазму, например, как обычно И, соответственно, если мы сейчас снова начинаем делать все то же самое Оргазма, как обычно, не будет Да, и то есть это уже записывается, грубо говоря, на подкорке Вот это ощущение, что его не будет И вот это вот разочарование, легкий налет разочарования Он сначала очень маленький, а потом он разрастается И он уже перекладывается на всю сексуальную жизнь женщины При мысли о своей сексуальной жизни она испытывает вот эту вот горечь разочарования Ну отсюда потом, наверное, и вообще это как бы уходит на задворки твоих потребностей Если ты понимаешь, что ты там никакого удовольствия не получаешь Как вот в детских анекдотах Опять эти нелепые телодвижения, да? Как бы, а ради чего все? Плюс это еще может сопровождаться болью Это же тоже важно, да? То есть если эти телодвижения еще и сопровождаются болью Тело очень быстро привыкает к тому, что секс равно боль И мы попадаем вот в этот вот очень неприятный сценарий Женщины про это тоже врут? Что им больно, ну как бы терпят, не признаются? Да, они могут, например, выдавать стоны боли за стоны страсти Болевые какие-то ощущения Транслировать партнеру, что нет-нет, давай еще Меня это устраивает, нормально, еще вперед, да? То есть абсолютно спокойно И женщины, что самое важное, они же еще и терпят, да? То есть ко мне часто обращаются девушки о том, что У нас был половой акт три дня назад Я до сих пор чувствую боль, у меня кровотечение, все плохо Но мне как бы нужно еще потерпеть Или, может быть, уже к врачу идти Вот мы понимаем, да, к чему это приходим Мы приходим к очень большим внутренним историям И надо понимать, что часть ответственности за то, что происходит Вот в постели у женщины на ней Именно потому, что она врет Ну, конечно, а теперь самое сложное Я надеюсь, что всем очевидно, что врать в постели И вообще, честно говоря, в отношениях это тупиковый путь Потому что он накапливает очень большое количество проблем И потом уже невозможно признаться Уже признание, оно разрушает все, что было до этого Построено на лжи То есть такой, знаешь, колосс на глиняных ногах Ну, как начать говорить правду? Вот что ты посоветуешь условно? В первый раз, во второй или в третий Понятно, что это где-то нужно делать на начальном этапе Чтобы это не завело сильно далеко, глубоко в какие-то проблемы Как начать этот разговор? До, после, во время? Или, может быть, на следующий день Из практики, из опыта? Что обычно работает? Что ты советуешь? Первый честный разговор нужно провести с самой собой Это важно Честно себе признаться Зачем, почему и что ты реально хочешь Потому что если ты хочешь выйти из вот этой паутины лжи У тебя должна быть очень четкая позиция Где ты не передумаешь в процессе Такая, ой, нет-нет, на самом деле все хорошо Ну, окей, да? То есть мы очень четко и честно себе признаем Все окей Сейчас я здесь, я хочу что-то другое Второй шаг поговорить с партнером Конечно же, идеально выбрать время не в процессе И не сразу после И не до Потому что, на самом деле, это очень пугает мужчин И реакция, может быть, не самая приятная То есть это должен быть спокойный разговор Когда вы чувствуете, что момент подходящий, скажем так, для этого И здесь важно говорить, в первую очередь, о себе Не говорить о том, что Ты вот то сделал Ты вот там виноват Ты ответственный А говорить о том, что Да, я приняла решение Я понимаю Я беру на себя ответственность Я беру на себя ответственность за ту ситуацию, которая между нами двумя происходит Я хочу, чтобы нам обоим было лучше Да, и для этого Пункт А, пункт Б, пункт С Да, что нужно сделать Желательно три простых пункта Да, вот это будет честно, понятно И, конечно, вполне возможно, реакция партнера будет неоднозначная Потому что если вы там 15-20 лет ему каждый раз рассказывали, что у вас фееричный оргазм И он самый лучший любовник И у него вера в себя достаточно высокая И здесь вы ему говорите о том, что это не так И это не происходило Естественно, что человек может какое-то время и обидеться И уйти в себя, да, и у него будет какая-то злость, гнев Он даже справедливо будет чувствовать себя обманутым Потому что его обманывали Конечно, абсолютно, да И здесь важно понимать, что да, скорее всего, будет так И вы можете это проговорить с партнером Вы можете сказать, что я понимаю, что, скорее всего, тебя это злит Что, возможно, ты чувствуешь гнев на меня Не знаю, там, страх, злость Окей, давай поставим сейчас какой-то момент на паузу Ты это проживешь, я это проживу Не будем делать резких каких-то решений, да, там, в гневе И мы, например, там, спустя сутки-двое Мы поговорим об этом снова Когда ты будешь готов И принять и уважать позицию партнера В этой точке он может проявлять себя по-разному Если этот болезненный разговор состоялся Хорошо как-то все пережили, проговорили и так далее И вот тот самый вечер наступил И понятно, что оба теперь они не могут сделать вид, что этого разговора не было Вот что бы ты посоветовала здесь Здесь очень помогает Первое, это отсутствие ожиданий, да Вот тех, что вот теперь-то у нас все будет классно и хорошо Да, прям с первого раза, скорее всего, да И говорить о том, что сейчас у нас этап экспериментов Сейчас мы пробуем Мы пробуем что-то новое Мы делаем так, так, так Мы пробуем, возможно, у нас что-то получится Что-то не получится, это абсолютно нормально Да, и здесь, возможно, женщина может действительно провести инициативу И сказать, что ей не достает, например Что можно было бы добавить, да И, пожалуйста, вот здесь очень четко нужно выдержать вот эту точку И не врать снова Потому что возникнет желание, да Вот когда что-то будет меняться И у вас двоих будет что-то получаться Снова включить вот это Ой, боже, это так великолепно, замечательно Ты прям справился, ты молодец Это опять будет история вот по второму разу, да Ну, потому что уже потом второй раз Это как в знаменитой притче «Волки-волки» Уже просто Это будет очень потом сложно исправить на самом деле Потому что вот эта история Когда тебе соврали снова и снова и снова и снова Ну, ее сложно разобрать Слушай, правильно ли я понимаю, что вот тут есть определенный такой перекос У нас, у женщин, что важнее нам подойти к нему Поддержать его Важно, что думает и чувствует он Потому что все-таки, мне кажется, такая культурная парадигма была Что все-таки, ну, женщина она там для мужа Все-таки это служение, в том числе в сексуальном плане Я согласна, что женщина долгое время занимала вторую позицию И какую-то такую тень, да Которая оттеняла своего мужа во всех аспектах В том числе и, естественно, в сексуальных аспектах И я бы заметила еще один момент Он связан с физиологией Мы все прекрасно понимаем Все взрослые люди понимают, что Половой акт, он невозможен без эрекции Партнера, да А женщина, она может быть невозбужденной абсолютно И половой акт возможен прекрасно, да Ну, я не буду говорить о качестве, но он возможен Соответственно, вот эта вот трепетная история про эрекцию партнера Да, вот мы заходим парой вдвоем в секс Но эрекция партнера, она вроде как Важнее получается Да, и мы все вокруг нее пляшем, да И мы пляшем вокруг мужского полового органа, да Вот совершаем какие-то священодействующие пляски Забывая совершенно о своей женской природе И что без этого-то тоже, в общем-то, половой акт будет некачественный, неполноценный И вот здесь женщина, она привычно отодвигает себя всегда на вторую роль, да То есть главное, чтобы у него все было хорошо А я как-нибудь, я там, ну, успею У меня как-нибудь произойдет само по себе возбуждение Как-нибудь, ну, что-нибудь мы сделаем Не работает Сейчас меняется парадигма, да Сейчас оба партнера выходят на первые роли И мы понимаем, что мы в этом плане уже становимся равными В парах, где партнеры готовы заботиться друг о друге, да Соответственно, эрекция партнера, она перестает быть Самым важным в половом акте И это, с одной стороны, хорошо, потому что это снимает важность Значимость немножечко и какое-то дополнительное напряжение, да Потому что тут все-таки в любом совместном действии, мне кажется, важны роли обоих То есть, как бы, это, знаешь, ситуация вин-вин, как в бизнесе Давай поговорим про разговоры в постели Как ты считаешь, насколько это важно, нормально, ненормально? Понятно, что сейчас ты мне, конечно, скажешь, что все индивидуально Но в целом, ты как специалист что наблюдаешь? Я думаю, что как раз разговоры, коммуникации очень хорошо работают с тем Чтобы развеять ту самую скуку в постели, о которых мы говорили в предыдущих выпусках О том, что разговор правильный, вкусный, интересный, он может заменить прелюдию иногда Мы можем в разговоре проговаривать фантазии Те самые фантазии, которые мы, например, не готовы в реальности вносить в реальную вашу сексуальную жизнь Например, когда появляется третий партнер Далеко не все готовы к таким экспериментам Но если вы это озвучиваете в процессе, как ролевую игру, этого зачастую бывает достаточно То есть, когда вы нашептываете мужчине на ушко вот этот сценарий, эту прекрасную сказку, которую вы сами себе сочинили Этого бывает более чем достаточно И важно понимать, что вот как раз это очень сильно цепляет Потому что далеко не все женщины вот как раз это могут дать И могут, и умеют, и умеют разговаривать про секс Качественно, интересно, возбуждающие, зачастую не пошло, да, очень эротично И вот это как раз сфера, которую важно и нужно развивать, да, сексуальный интеллект А как, по-твоему, много ли взрослых людей, женщин Считают это неприличным и неуместным разговаривать в постели Что это тоже грязный оттенок такой приобретает Многие, и многие просто стесняются, да Многие боятся реакции партнера Многие боятся показаться смешной, неуместной Особенно если, вот повторюсь, да, когда она что-то говорит И в этот момент у мужчины эрекция проходит, да И у нее сразу ощущение, что, блин, что же я сказала, зачем я это сказала, боже мой В следующий раз я не буду этого говорить, да И реакция мужчины, она ведь на самом деле может быть не из-за того, что ему не понравилось, да А, например, от удивления, от сюрприз просто Потому что жена, например, 15 лет молчала Да, и вдруг она ему начинает что-то говорить И говорит так довольно смачно Это как у Вишневского одностишья были Ммм, любимая, да ты и собеседник, да Да, 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 да И тут оказывается, что можно с ней и посмеяться И она, например, знает какие-то забавные, пошлые анекдоты Которые можно рассказать И это просто может быть реакция удивления Но для нее это будет, боже мой У женщины же в голове очень интересная мысль о том, что Мужская эрекция равна ее привлекательности Да, или любви даже Все, не хочешь меня, значит, не любишь, все, я пойду грустить Да, да, то есть есть очень четкая взаимосвязь о том, что вот мужчина реагирует на ее возбуждение Мужчина реагирует в течение дня на разные абсолютно стимуляции Это вообще может быть не связано с темой секса вообще И с темой секса с вами, надо признать Надо признать это раз и навсегда Давайте признаем это честно, да Это может быть вообще абсолютно реакция про что-то другое Но у женщины в голове, да, как это там Да, то есть, ого, что-то Или я, например, что-то сделала очень суперклассное Или наоборот, я сделала что-то не очень суперклассное, да И здесь это очень, вот эта история про женскую ответственность за мужскую эрекцию Дорогие мои, привет! Спасибо большое, что вы на канале Женщины Не забывайте подписываться В ту секунду, когда мне режиссер нашего канала Андрей отправил сообщение, что нужно записать приветствие Для наших зрителей я находилась, простите, в постели Вот в таком виде, потому что я, вы видите, что я в макияже, в украшениях Потому что у меня сейчас небольшой перерыв между встречами в командировке И Андрюша пишет Нужно записать приветствие в выпуск с Натальей Касариной, нашим звездным экспертом По теме перестать врать в постели Я говорю, ну это то, что нужно Не надо ничего придумывать И прямо сейчас я запишу для вас приветствие Итак, все, выполнила, поблагодарила за подписки, призвала подписываться Комментарии ваши, конечно, ждем Наташа все читает, я тоже все прочитываю Она выбирает тех девчонок, которые вступают в ее клуб И это действительно может быть очень серьезным шагом для того, чтобы вы открыли себя с иной стороны Развили свою чувственность, вообще какие-то новые краски жизни испытали И у меня, конечно, для вас есть предновогодний подарок Скидка 50% на курс Внимание, говорить и не бояться Речь, конечно, не про этикет и искусство общения в постели А вообще про разговор, про коммуникацию Но я не устаю повторять, что искусство правильно Донести миру то, что вы от него хотите То, что вы чувствуете, о чем вы переживаете Чего вы боитесь, о чем вы мечтаете и так далее Значительно упрощают многие вопросы Значительно сокращают путь к достижению многих и многих Да что многих, любых целей Коммуникация рулит Коммуникация способна изменить мир и вашу жизнь Если вы хотите говорить и не бояться Научиться общаться с камерой телефона или с профессиональной камерой Выходить в эфиры Возможно, вы готовите запуск вашего онлайн-продукта Возможно, вы хотите стать более уверенными в зумах, на совещаниях Сейчас вся жизнь переместилась туда Мой курс «Говорите, не бояться» с фантастической скидкой в 50% В честь Нового года У вас будут впереди каникулы Вы спокойно сможете его посмотреть Там огромное количество заданий, которые вы можете выполнить Я говорю о том, как осуществлять самоконтроль на курсе Если вы выполните все задания, которые есть Вы получите фантастические результаты Это я вам могу гарантировать Потому что я в коммуникации 20 лет Взяла более 2000 интервью И большая часть, подавляющая часть из них были удачными Я знаю это не понаслышке Я знаю это по реакции моих зрителей И по благодарностям моих гостей А зачастую это звездные люди Это люди очень искушенные в коммуникации Они в год дают по 200 интервью Но интервью со мной стоит для них особняком Так что вот так Моему персонализму, если доверяетесь В описании к этому видео Ссылка на курс «Говорить не бояться» в 50% минус И с наступающим Надо ли хвалить партнера, партнершу? И как это делать правильно, если нужно? Мне больше нравится слово комплименты и флирт Похвальба для меня это история как в школе Молодец, Васечка Хорошо сделал задачку, садись Это реально звучит как Справился, ты молодец Комплименты и флирт приветствуются? Конечно, когда можно сказать Какой-то сочный комплимент Когда можно сказать, что Ты был сегодня вау И обязательно сакцентировать На каких-то моментах, которые именно вау Потому что это очень вот этот момент закрепления Вау, получилось классно Обратная связь хорошая Все, работаем, работаем дальше с этим Но опять же, не лгите Не нужно лгать Поэтому взгляд восхищения, он приветствуется И взгляд того, что да Ты вот Сегодня это было лучшее там Да для меня, да Но опять же Не врать и не слишком манипулировать Это как-то вот Не стоит этого делать В одном из первых выпусков Ты очень смешно сказала Про плодово-ягодную или плодово-овощную тему В общем, про то, как взрослые люди Называют свои половые органы Что бы ты посоветовала? Стоит ли давать прозвище Какие-то имена, клички Я не знаю, какие-то игривые названия Или нужно все очень близко к природе Физиологично все называть Так, как это называется в анатомии Ну, член так член Или все-таки мы можем вот выбрать Какое-нибудь ему пикантное имя Я считаю, что в первую очередь Взрослые мужчины, женщины Должны уметь произносить правильные названия То есть они реально должны уметь произносить Член, влагалище, вульва И при этом не падать в обморок Не должно вот это произносить Не заливаться краской Боже, это какой-то ужас Ужас, что я произнесла Это кошмар И при этом, если вы умеете это произносить То, соответственно, конечно Можно какие-то прозвища и давать Можно что-то попробовать Я знаю, многие любят после сериала Секс в большом городе Мистер Биг Это всегда очень звучит Очень так лестно, я знаю Но если уж говорить На мой взгляд, прозвища Они все-таки должны быть про что-то интимное Личное И это точно не должен быть баклажанчик Огуречек Из наших первых серий Да, и какие-то такие вот истории Знаете, если уж вы играете Играйте по-серьезному Это должно быть действительно вкусно, мощно, интересно И это что-то должно быть интимное Когда вот только вы с партнером знаете И тогда это будет ваша маленькая фишечка Вы можете в разговоре Даже вот в кругу друзей что-то говорить И вы будете оба понимать, о чем это Но когда у вас, например В лексиконе баклажан То это даже на семейном ужине Будет звучать как-то Ну Ну подай мне, пожалуйста Вот эти баклажаны с чесночком Вот того маленького размера Ну то есть Вот эти маленькие скрюченные Синенькие жухлые баклажанчики Ну важно понимать, да, контекст Он может быть классный, интересный Но он должен быть очень, на мой взгляд, очень интимный, личный И он должен способствовать как раз качеству сексуальной жизни И поддержание возбуждения, а не тому, чтобы оно пропало Кстати, на самом деле Вот правильные вещи абсолютно говоришь И это даже касается обращения друг к другу в обычной жизни Как влюбленные друг друга называют? Ну, как сказать, примитивные, когда это там какие-то зайчики, там котики В основном Вот я тоже в инстаграме такой опрос, по-моему, проводила Я увидела рекламу Блин, опять забыла, какой сериал Короче, там Султан Моего Сердца она его называла И вот я говорю, когда я к нему обращаюсь Султан Моего Сердца, говорю, сразу же он тает И что, любой мужчина втайне хочет повелевать Но мы не поддаемся просто Вот И в этом опросе я спрашивала А вы как называете? И там столько оригинальных, прикольных, интересных названий И ты ни за что не догадаешься, какой подтекст Это как раз говорит вот про вот это личное Это какой-то ваш секрет Какая-то ваша тайна Потому что, ну, там зайчик, да Но ни одного зайчика не было Ни одной там киски не было Ни одного котика Были такие какие-то интересные слова И ты сразу понимаешь, что у людей с этим много что связано Вот в этой же парадигме стоит действовать И когда мы говорим про секс Про интимные отношения Это дополнительных красок может придать, безусловно Ну и не могу не спросить про запретные темы Ну, важно не включать, знаете, вот этот телевизор из серии Обсудить политику, религию, да Есть темы, которые вообще не обсуждаются в постели Какие-то там Поедем ли мы к маме на выходные Это в процессе прям люди спрашивают, да? То есть какая-то бытовуха Это, знаешь, как тоже в анекдоте было Что надо будет потолок побелить Да, то есть какие-то бытовые темы Темы, которые вот сейчас злободневные Там у мужчины, например, на работе какая-то ситуация У женщины на работе какая-то ситуация, да? Там директор-козел Ну, явно не стоит это обсуждать в постели, да? Только если это вы не превращаете в ролевую игру Когда директора наказывают со всей мощью за то, что он козел Окей, это тоже можно обыграть, да? Это какая, ну, довольно интересная история В это можно играть И в политику можно поиграть Мы обе понимаем, да, что это должно быть хорошее чувство юмора Да, вообще я сразу начала представлять Да, например, он представитель партии власти И я оппозиционерка И он должен меня убедить Что его власть самая лучшая в этот момент, да? Ну, то есть какие-то моменты Или вот ролевые игры, связанные, например, с рабочими, да, историями Там директор-секретарша Ну, блин, это классика жанра, да? Но когда вы, например, сама находитесь на должности директора Или секретарши Ну, явно, возможно, в какой-то момент вам не захочется Или вы, например, врачу, приходите со смены У вас там медбрат Там типа давай поставим мне укольчик Ну, явно это не возбуждаю То есть если играть в эти истории То как раз это должно быть то, что у вас не присутствует в личной жизни Тогда это интересно Ну, и, наверное, здесь момент какого-то осуждения Тоже не стоит вносить Потому что ситуации разные Я понимаю, что сексуальный контекст, он чаще всего очень эмоциональный Очень чувственный, да? И на эмоциях можно что-то такое выдать Что потом очень сложно будет разобрать Тема, например, там, измен, да? Часто бывает Особенно вот если в отношениях это было И потом начинается, да? То есть что-то в постели не происходит И начинается вот эта тема А да ты, да я Да мы все плохие, да мы все хорошие На мой взгляд, когда вы входите в сексуальный контекст Очень четко понимать Мы вообще чем здесь занимаемся? Мы занимаемся сексом? Мы занимаемся страстью, любовью? Что мы здесь делаем? Или мы выясняем отношения? Но если вы выясняете отношения, то, наверное, это стоит делать не в постели И для постели уже оставлять там игру Взаимную вот эту вот поддержку Мягко направлять, говоря, что нравится больше и так далее И флирт, комплименты, то, что мы на самом деле и проговорили Никакие бытовые аспекты Ну действительно, чтобы секс не превращался в что-то между делом Еще и обсудил, кто завтра ребенка там везет на секцию и забирает Вроде совместили два в одном, да? Приятное с полезным Ой, мы с тобой еще не говорили про такую важную тему Наверное, мы поговорим, когда у нас выпуск будет посвященный оргазмам Мы его уже анонсировали Про сексуальный темперамент Потому что много написано и сказано про то, что он принципиально разный бывает И бывают супер темпераментные и женщины, и мужчины равно и наоборот Меняется ли сексуальный темперамент? Можно ли его изменить один на другой? Условно, из женщины, которой достаточно прям комфортно раз в две недели То есть пару раз в месяц Стать женщиной, которой нужно каждые два-три дня И с мужчиной то же самое Или это невозможно? Мы сейчас раз и навсегда скажем нашим взрослым зрителям О том, что об этом вопросе нужно думать заблаговременно До того, как вы приняли решение о серьезных отношениях В сексологии есть такое понятие, как половая конституция То есть сексуальный темперамент Это более такое простое понятие А половая конституция более сложная Она состоит из совокупности определенных каких-то пунктиков Связанных с вашей физиологией, с тем, как вы взрослели С вашим воспитанием То есть это не совсем простая история на самом-то деле Половая конституция, она не меняется То есть как вы пришли в этот мир В каком теле вы пришли С какими задатками определенными вы пришли Так вы и проживете всю жизнь И если у вас слабая половая конституция Это говорит чаще всего о том, что половой акт нужен не чаще одного раза в месяц Иногда один раз в год И это норма, это не является отклонением для этой половой конституции То попытки, скажем так, увеличить себя Как-то вырастить себя Приведут к истощению В том числе нервной системы То есть для вас это будет очень тяжело и нересурсно И обратная ситуация Когда у вас высокая половая конституция И чаще всего вам нужно раз в день Может быть даже больше Каждый день И попытки себя остудить Условно говоря Приведет к тому же нервному истощению Потому что вы будете пытаться переделать себя А это нереально Очень важно это осознавать В начале отношений То есть если вы находитесь на разных полюсах Вы очень четко должны понимать Что вы никогда не сойдетесь Нет этого срединного пути для вас Нет, вам придется очень сильно договариваться Очень сильно договариваться Очень много говорить И по итогу все равно вы можете быть неудовлетворены Той ситуации, которая происходит Я часто смеюсь о том, что наверняка многие читали любовные романы Которые в тоненьких книжечках продавались Так вот, там чаще всего как раз описана эта ситуация Когда мужчина, он какой-то очень темпераментный Безумно сексуальный любовник Любовник, весь такой горячий И она какая-то скромная учительница из Англии Когда она в 28 лет еще девственница Ни разу не целована И вот они встречаются У них происходит что-то очень страстное, любовное, замечательное И в конце обычно пишут хэппи-энда На самом деле в жизни хэппи-энды не случаются У нас плохая новость Простите, это плохая новость И те, кто воспитывался на этих любовных романах Я вам предлагаю их сразу выкинуть Потому что это огромная ложь Которую очень многие женщины вводят в путаницу Абсолютнейшую Хэппи-энда там не будет Это надо очень четко и ясно понимать Что всегда в браке лучше Когда ваш партнер похож на вас По темпераменту, по половой конституции По социальному статусу, по образованию Эти браки, они самые крепкие на самом деле Поэтому ищите себе человека, который с вами где-то ровнее И потом вы вместе можете расти дальше, развиваться Это очень классная тема Знаешь, у меня во многих лекциях это есть Про равновеликое партнерство То есть, когда никто никому не подчинен Когда вы целостны И в то же время вместе составляете Еще более сильную такую конструкцию Чем по отдельности И в сексуальной жизни то же самое Очень круто, что мы про это проговорили Именно в теме разговоров и вранья в постели Потому что есть вещи, которые хоть заобсуждайся Ты можешь каждый день это на повестку дня выносить По-честному откровенно об этом разговаривать Но если он хочет каждый день, а тебе нужно один раз в месяц То просто это никак не решить Но она решается только появлением третьего партнера Это одна из основных причин измен на самом деле Вот и все, все просто И здесь рассказывать о том, кто виноват, да никто Вы просто изначально не понимали, с кем вы строите отношения По итогу вот такой результат То есть он не козел и не кобель в данном случае Это его конституция И она не шлюха, да Если обратная ситуация, когда ей очень нужно много А он раз в месяц, то ему больше нравится диван В этих ситуациях оба ответственны За то, что они по итогу получили Да, и за выбор друг друга, получается, за вот это решение Да, быть вместе Очень классная тема Я уверена, что, ну, как бы сейчас Многие для себя, ну, обнаружат какое-то откровение И напоследок, раз уж мы упомянули шлюху Я обожаю наши записи Вообще это просто классно Стонать или молчать? Я тоже часто встречала такие рассуждения Про то, что есть стереотип Что если ты стонешь, то только нужно чуть-чуть немножечко постановать Потому что если вдруг ты достаточно бурно себя проявляешь Вроде бы, как это, опять же, это признак женщины древнейшей профессии Что вроде добропорядочная домохозяйка или жена Она, что думаешь на этот счет? Девочки, я сейчас открою вам большой секрет Для того, чтобы испытывать тот самый оргазм Важно громко, шумно проявляться Потому что у нас в теле очень связан челюстной блок И наши интимные мышцы Если вы молчите, оргазмичность вам не светит Это откровение для вас, да? Возможно, да Возможно, кто-то судит и скажет, что вы там шлюха Я не знаю, там куча всяких слов прекрасных Ну да Ну вот так есть Извините, это так И одна из рекомендаций, которые часто от меня получают И от многих сексологов девочки Заключается в том, что позвольте себе стонать Кричать, орать Максимально Вот отпустите в себе вот эту животную часть Ну, естественно, позаботьтесь, пожалуйста, о шумоизоляции Я вас очень прошу Все-таки вокруг люди, дети и так далее Если вам это важно и нужно, вы всегда можете куда-то уехать Да Снять гостиницу Номер в гостинице, вы можете уехать на природу Все что угодно сделать Важно вот буквально проораться И это очень часто помогает в вопросе про оргазм Но мы об этом, конечно, еще немножко поговорим дальше В следующем выпуске про оргазм Но однозначно, пожалуйста, вы должны проявляться через голос Это очень круто И смотрите наш предыдущий выпуск, серию Где мы говорили про зажимы в теле Упоминали там, что очень многие Просто обратите внимание на то, как вы говорите Как говорят люди, которых вы встречаете Зажим, то есть люди не открывают рот Не разжимают зубы Не артикулируют ничего У них даже не движется практически подбородок Когда они говорят И это все как бы звенья одной цепи Потому что в нашем теле все связано, безусловно Гораздо сложнее даже, чем мы можем себе это представить И отсюда, сейчас самое время какие-нибудь ораторские курсы Например, мои отрекламировали Но ссылочка в описании профиля Но если серьезно Это будет в тему И вот как раз, помнишь, мы говорили о том Как узнать заранее, какой партнер Как это понять Так вот мужчины, кто будет смотреть, редкие мужчины Обращайте внимание на челюсть у женщины Если она зажата Скорее всего, у нее сложности с оргазмами Это не говорит о том, что она неподходящий партнер Возможно, вы как раз тот человек, с которым вы сможете раскрыться Но то, что она подзажата, это правда Все предельно ясно Если заниматься изучением этого вопроса Если вообще уделять этому время Я так рада, что мы говорим о тех вещах Которые, казалось бы, уже должны быть естественными и очевидными Если до этого не занимались изучением вопроса Значит, сейчас самое время Очень классно, много бесплатного контента на YouTube, как у нас Можете читать Instagram Наташи Можете любых других специалистов искать Черпать из книг, аудиокниг и так далее Много-много материала Подбирайте то, что подходит вам И хотя бы, ты очень правильно сегодня сказала Начинать вообще любой путь Нужно с откровенного разговора с самой собой А в какой точке я А что мне нравится А что мне не нравится Что подходит, что не подходит И что я бы хотела попробовать И дальше уже наметить те шаги, которые будете совершать Слушай, отличный выпуск получился Давай придумаем, может быть, какой-нибудь вопрос Мы поговорили о том, как на самом деле Может поддержать сексуальную жизнь, ее разнообразить Помочь раскрыть вашего партнера И вам самим раскрыться Если вы будете чуть более изысканы, что ли В подборе слов, звуков, которые произносите Давай вот, как начинать тем, кто молчал Как начинать тем, кто молчал В первую очередь осознать, где вы молчите Да, вы же молчите не обо всем Вы в каких-то точках молчите Да, и принять для себя решение Все начинается с принятия решения Вот здесь я больше не хочу врать Насчет своего оргазма Насчет своего тела Насчет своего крика Или моей тишины Я хочу правду Вот с этой точки нужно начинать А потом уже идут действия Пока вы не приняли для себя решение Вы не будете действовать В общем, наше задание для вас Честный разговор с самой собой Да На предмет присутствия или отсутствия лжи Присутствия или отсутствия звуков Того, что произносится или не произносится Замалчивается в постели В общем, такой самокоучинг и самочекинг То есть мы здесь себя ответственность полностью снимаем Потому что все взрослые И обязательно должны подумать об этом самостоятельно Ну, а в комментариях смотрите Как всегда мы просим с вас подписку на канал женщины Подписку на инстаграм Наташи Все ссылки в описании Я не пошутила про наш суперкурс Говорите не бояться Вообще он создан, конечно, не для того Чтобы качество ваших оргазмов улучшилось Вы приобретаете совершенно понятные навыки Искусство самопрезентации Говорения, взаимодействия с камерой и публикой Но у нас там есть отдельный блок большой Посвященный как раз раскрепощению челюсти Правильному дыханию Произнесению звуков Артикуляции Это на самом деле ключ от многих дверей Не только сексуальных И не только таких прямых коммуникативных Это вообще в отношениях с вашими близкими С вашими коллегами Вообще ваше отношение с миром, с внешним Кто вы такой, что вы о себе говорите Как вы это говорите Тоже ссылку в описании оставляю И давайте в комментариях Рандомным способом через 10 дней Определим счастливость, за которой попадет Закрытое сообщество женщин Которые интересуются вопросом Собственной сексуальности Собственного удовольствия Под чутким руководством Наташи Давайте поговорим Вы молчите в постели или нет? Вы врете или нет? Вот по-честному И это тоже будет такой момент Для тех, кто готов обсудить эту тему Любые сообщения на этот счет Ждем под нашим выпуском И до встречи в следующем видео Просто они какие-то... Они волшебные и очень полезные Это самое главное Мы сильно важное дело делаем Вот что я думаю До встречи в следующем видео Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok